Ну что, друзья, возвращаемся с фестиваля. Вот остановились тут на середине дороги между Киевом и Харьковом. Кафешечка такая, у сестер называется, очень классная. Перекусить немножко. Отработали фестиваль. Два дня пролетел, и как одно мгновение не успели ничего, к сожалению, не снять. Ну, в принципе, фестиваль как фестиваль, много пива, много шума, много людей. Поснимали точечно друзей, подписчиков, пообщались. Так что, такой немножечко урезанный будет видеоотчет о фестивале. Ну что, 1 сентября мы в Киеве заселились в гостиницу Феофания. Место колоритное, конечно. Красивое, парк. Красота. Лепота такая. Да. Ну, не в центре Киева, но в самом Киеве. Прям такой парк обалденный. Просто супер. Ну, наследие советского прошлого, конечно. Все такое старенькое, обшарпанное. Такой панельный плиточками дом. Комнатка такая, вся в коврах. Ковры обязательно, обязательно. Встроенная мебель. Ночнички, который гудит ночью, как 20-киловаттный кондиционер или трансформатор какой-нибудь. Тоже коврик. Такой санузел. Минимализм и практика. Трубы железные. Я давно-давно не чувствовал этот запах старых железных труб. И такого болотистого какого-то. Ну, ностальгия прямо вот. Так я вам скажу, что не только в комнате ковры, а по всей гостинице. Вся гостиница в коврах. Ну, и такой советский будуар с мягкой мебелью. Да, еще закрыто. Рано приехали. Вот, зато у нас тут динозавры. Киев юрского периода. Так, всем привет. Перфест в самом разгаре. Вот, друзья, подошли. Привет. Как впечатление? Все дуже круто. Нам пісню было дуже приятно побачити. По сути, не знаю, мы фанаты вашего ютуба. Это было дуже приятно побачить. И было просто супер. Спасибо, спасибо. Пиво нормально? Как фестиваль про Киева? Фестиваль, как всегда, у вас на высшем уровне. Сейчас попробовал черный хлеб. Нормально зашел? Нет, это отлично. В прошлый раз кто-то все перепробовал? Ну, не все. Я вообще ценитель. Но ваше пиво на уровне. Спасибо. Спасибо. Стараемся? Я немного, но ваше качество она очень получается. Могу сказать, только это очень такое не для всех пойдет, сразу говорю. Но, например, для женщин очень сладкое, очень такой приятный вкус. Для суровых мужиков, которые пьют, ваше езжу любую легкое. Да. Его еще не попробовал, его очень мало. Ты не поверишь, но суровые мужики, бывает, очень любят сладенькое и мягкое. Да, наверняка. А бывает приходят хрупкие дамочки. Мне, пожалуйста, там такого пожестче чего-нибудь, крепенького. Девушки приходили, колобок у нас вчера. Не отходили от колобка, 7% алкоголя. Но колобок у вас на уровне. Колобок? Колобок? Да я уже столько не выпью, сколько можно? Жаль в Кевине достать. Вы расширяете, пожалуйста. Да, потихоньку, потихоньку стараемся расширять. Ну, не все сразу. Начали подтягиваться старые кадры. Сережа вместе учились в школе пивовара. Да, Сережа, привет, привет. Рад видеть тебя. Да, аналогично. Вот, тоже своя Rocket Brew. После учебы организовали. Да, после учебы такая ракета с хмелем. Это на прошлом фестивале мы не застали его, девчонок спрашивали. Я говорю, что за ракета? Расскажите. Это пушка, говорит, не ракета. Пушка-ракета. Пушка-ракета. Короче, когда с пушки выстрелила и понеслась. Хмелевая. Хмелевая, да. Ну, рассказывай. Что ты? Не участвую здесь? Здесь нет. Будем 15-16 на арт-платформе. Будем ждать тебя в гости. Да, но я, к сожалению, не получатся у меня приехать. Дела. Ну, значит, мы тебе новой почтой отправим. Ну, отлично, отлично. Как раз мы сварили, на днях закончили, Аврора. Это будет пшеничная. Как ты говоришь, бельгийский вид бира. Я считаю, что он французский вид бира. Мы знаем, благодаря учебе. Оба правые, да. Да, и мы оба правые. Вот он такой, очень-очень отдаленная такая цедра апельсиновая. Амельсиновая, корянда, но очень отдаленная. Не скажу, что как кугарда, но он такой осенний, приятный, чтобы ты взял там у камина, расслабился, выпил его. Вспомнил о летних воспоминаниях, которых есть, что вспомнить. Но, конечно, нечего рассказать. Он солнечный такой, лёгичный. Солнечный, да, такой как. Решил, короче, немножко отойти от таких ароматных, горьких сортов. Да. Немножечко под осень. Лёгонько, это такое. Конечно, такое, как лёгенький загар у барышни вот на пляже летом. Там у блондиночки какой-то. Что-то такого. Вот видишь, что я тебя настроил на правильный лад. Да, 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 главное правильно рассказать, под какое настроение пивко употреблять. Планируем ещё одну коллаборацию с присутствующим здесь командой одной. Мы сейчас выбираем, что это будет. Это будет, наверное, что-то крепкое. Но мы не сторонники изврата. Мы сторонники чего-то стандартного, хорошего. То, что проверено временем. Но с лёгким авторским заполнением. Да, ну это же крафт. Конечно. Поэтому ничего стандартного тут нету. У меня чешутся нос, я за рулём. Ну это тяжело, конечно, прийти на фестиваль пива, блин, и за рулём. Нет, наоборот, воспитываешь себя. Ну, у меня был такой опыт, не очень, я вам скажу, ощущение, когда люди расслабляются. И ты видишь, как они, блин, с каждой минутой улыбаются. Да, всё им. А ты их больше не дойдёшь. Делее, да, легче. А я, блин, становишься всё злее, блин. Это правда, да. Пьяный трезвому не товарищ. Не товарищ вообще. Ну вот, молодые, красивые ребята приехали. Откуда приехали? Из Дубая приехали. Из Дубая приехали. Вот так. Ну, оригинальный из Киева. Я киевлянин, но сейчас живу в Дубае. Очень любиво, если он специально прилетел на фестиваль, попробовать. Потому что вот видео, оно передаёт эмоции, но вкус не передаёт. К сожалению, ещё не дошли технологии. Ещё, да, ещё надо над этим работать. И вот обязательно с собой наберу. Скоро улетаю, с собой возьму обязательно. Всем друзьям попробовать, потому что ребята любят пиво. Отлично. Надо поставку туда наладить. В Дубае, да. Дороговато получится, я думаю. Брюдок там продаётся, есть, можно найти. Брюдок молодцы, конечно, да. Но пока нам расти-расти до брюдока. Но будем стараться. Главное качество. Спасибо, очень вкусное пиво. Спасибо и вам. Колобок просто. Колобок зашёл. А вам как понравился? Шикарно. Вчера тоже с тобой взяли немного колобка как раз. Продолжали, так сказать, вечер после уже. Полировали. Ну, можно и так сказать, да. Сегодня продолжаем. Шикарное пиво. Ну, вот это всё-таки показатель, что вчера ребята хорошо приняли, полировали. Сегодня как огурцы. Показатель. Хороший продукт. Спасибо, ребята, большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну что, уже 12 или 11, сколько уже, никого нету. Самые стойкие, кто? Девчонки. Девчонки, как пиво? Харківская зернова пивоварня. Найкращая цього року. В жовні месяце мы едем до вас у гостей. Хлопцы, вы найкращие. Нам дуже сподобалось. Дуже сподобалось, ваше. Душевно. Чекайте на нас, в ваших местах. Чого? Уже ждём. Уже. Харківщик. С любовью. Огонь. Огонь. Огонь.